Приветствую вас. Во-первых, нужно определиться с тем, сначала, что делать вы хотите, чтобы что, что хотите в итоге получить для себя. Если в себе разобраться, почему вас, например, беспокоит то, что муж много времени проводит, к примеру, у друга. Это одно. Но если гармонизировать отношения с мужем, опять же, то это немножко другой момент. То есть разные вот цели предполагают разное направление работы с вами, в частности, да. Поэтому, пока что, я не вижу вот какой-то цели, да. То есть, что делать, вы говорите, не знаю. Что делать, не знаю, чтобы что делать. То есть, возможно, вы не знаете, что вам делать, именно потому, именно поэтому вы, возможно, не знаете, что вам делать, потому, что вы не знаете, ради чего нужно что-то делать, что делать, что делать, чтобы что. Вот. Так что, как минимум, этот момент желательно бы поисследовать вам для себя. Это первое, что хочу вам сказать. Второе. Значит, то, что вы надоедаете своему мужу, совершенно очевидно связано с некой потребностью вашей. То есть, у вас есть некая потребность, некое желание. Почему вы надоедаете своему мужу постоянно? Как он говорит, надоедаете и, соответственно, ничего с этим не делает, да. Вот вы пишите, что вы названиваете ему и так далее. Зачем? Да, вот для чего вы это делаете? Вам же, очевидно, что-то нужно. Вам же, вы же, очевидно, чего-то для себя хотите таким образом получить. Вам, очевидно, чего-то не хватает. Вот. Ну, а для мужа, для мужа своего вы, ну, вот, к сожалению, да, не сказать, что, что, привлекательны, чересчур. То есть, вот, такое есть ощущение, да, что вы для, ну, вы для своего мужа, вот, возможно, не привлекательны. Настолько, чтобы ради вас, да, значит, он отказался от, там, допустим, походов к своему другу и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, это, мне кажется, один из ключевых моментов, что вы, ну, потеряли, может быть, себя, вы перестали думать о себе, и вы, может быть, слишком сильно зависите от своего мужа, а ему это, возможно, не нравится, не нравится, что вы от него так зависите, что вы от него постоянно, допустим, что-то требуетесь, что вы от него что-то хотите, что вам от него что-то нужно, вот, и так далее. То есть, тут нужно, конечно, выяснять, непосредственно, выяснять непосредственно, то, в чём проблема. Потому что, то, что вы описывать, это не сама проблема, это, скорее, её, ну, её корень, её следствие, но не корень этой проблемы. Вот. Так что, мне кажется, что, тут нужно смотреть, обязательно смотреть, нужно, на то, как обстоят дела. Вот. Вот. На то, что, вот, собственно, происходит, между вами. Вот. По поводу, по поводу того, что вы пошли работать, значит, а мужчина психанул, да, ну, опять же, есть какие-то, вероятно, причины для того, чтобы он так себя вёл, есть какие-то основания для того, чтобы он, ага, вот, так себя позиционировал. Вот. То есть, очевидно, что ему что-то не нравится, вот. И, тут, конечно, крайне важно понять, что именно ему не нравится. Крайне важно понять, что именно ему не по себе, от чего именно, точнее, ему не по себе. Вот. На мой, на мой взгляд, это очень важная история. Вот. Так что, если он сейчас находится в состоянии объекта, то, возможно, лучшим решением будет его оставить, например, в покое сейчас, да, не трогать его, вот, не трогать его и просто дать ему возможность как-то успокоиться, дать ему возможность как-то прийти в себя, чтобы человек, значит, ну, чтобы человек разобрался в себе, разобрался в том, что он хочет, разобрался в том, что ему нужно вообще, вот. И, соответственно, уже дальше бы, ну, дальше бы что-то делал, вот. Дальше бы что-то для себя уже выявлял, скажем так. Вот. Это все, что я могу вам сказать. Но самое главное, Светлана, это чтобы вы определились с тем, что вы хотите делать, чтобы что, то есть какова вот цель. С того, что вы хотите. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.